Всем привет! Меня зовут Рома, это канал Будни Удмурта. Я стою на погрузке около Старой Купавны. Сегодня мы с вами работаем не по Москве. Едем в город Дубна. Грузимся медикаментами. Стою на очереди, но вроде как начали грузить. Пошатывает немножко. Погода сегодня вообще не летная. Фуры скользят, легковушки скользят, малогабаритные машины тоже скользят. Короче, гололед, снегопад, ветер, холод. Короче, нормально, нормально. Поставили на вторые ворота. Сейчас ждем пока Газель уедет и будем вставать. Хорошо, что хоть дворники не замерзли. Так, ну сейчас ждем пока он уедет и будем грузиться. Грузимся вот такой коробкой. Да уж. Ребят, если вы хотели хоть когда-то поработать курьером, хочу вам порекомендовать Яндекс.Доставку. Можете зарегистрироваться из дома и сразу же работать после регистрации. Можно работать пешим курьером на легковом автомобиле, на грузовом автомобиле. Также можно работать на мотоцикле, пока погода позволяет. Какие могут быть преимущества? Самое главное, вы получаете деньги сразу же после отработанного дня. То есть не нужно ждать неделю, две, три месяца. Поэтому хочу вам порекомендовать парк Богатый Курьер. У ребят 3% комиссии. Есть множество чатов с поддержкой. Есть техническая поддержка, через которую они реально помогают в любую минуту. И самое главное, у них есть свой YouTube-канал, через который вы можете посмотреть, как заработать больше. Это же круто. По промокоду БУДНИУДМУРТА у вас будет 3 дня без комиссии. Самое главное, подписывайтесь внизу, ставьте лайки и самое главное, переходите по ссылке. Все, смотрите дальше влог. Все, мы начали свой долгожданный путь. После трех мест загрузки на одном складе. Подъедьте на один склад, подъедьте на второй склад, подъедьте на третий склад. И там просто понемножку загружали коробки. Показывает мне ехать 3 часа. Созвонился с заказчиком, я говорю, вы до сколько работаете? Она говорит, да, до 4 до полпятого. Я говорю, ну если что, вы меня дождете. Ну как бы успеете, успеете. Я говорю, а вы завтра со скольки работаете? Она сразу такая, а зачем вам? Я говорю, ну мало ли. Ну мы вообще с 8, но... Я говорю, да, все нормально, я постараюсь сегодня успеть. Да-да-да-да-да, сегодня, нужно сегодня выгрузиться. У нас просто почасовая. Ну надо было просто немножко ее опустить на землю, потому что она такая, мы работаем, ну не знаю, дождемся ли, не дождемся. Конечно дождетесь, это ваш груз, я вам везу. Это в ваших интересах дождаться и выгрузить меня. Ах, какой я наивный, да? Ладно. Вот такой вот у нас красивый вид открывается. Хорошо, что мы в Москву не заезжаем. Все, едем по Подмосковью. Сейчас выезжаем на Ацкад. Так, мы потихонечку едем. Дорога прям гололед. Тут недавно начал поворачивать, у меня хвост немножко раз повело. Разгоняться, короче, не стоит. Едем где-то 40 километров в час. Ну сейчас будет поворотик, и там, наверное, перегоню вот этот Мерседесик. Дорога прям гололеда, и там, наверное, перегоню вот этот Мерседесик. Вот такие подъемы нас ожидают. Сзади фура приходится немножко от передней машины оттормаживать, чтобы она прошла вперед. Я давал себе разгона, и фура, соответственно, тоже разгонялась, чтобы ее не сажать на подъеме. А когда на спуске, например, вот сейчас вот был светофор, я наоборот, заранее начинаю притормаживать, впереди идущую машину держу на расстоянии, и слежу, что у меня происходит сзади. Сейчас ситуация была такая, что передняя машина проскочила светофор, а у меня уже мигал желтый, оранжевый. И я начинаю притормаживать и понимаю, что для фуры расстояние для торможения нужно, соответственно, больше. И я немножко проезжаю вперед, проезжаю линию светофора, и он успевает притормозить. Даже поморгал мне. Едем в сторону Дмитрова, здесь поворот, всегда пробки потихонечку, помаленечку. Даже в этой ситуации обочинники вот попадают, вот эти две машинки по обочине, короче, обогнали и стали передо мной на подъеме. Продолжение следует... Мы с вами на финишной прямой. Осталось 40 километров до Дубны. Сейчас на данный момент плотненькое такое движение уже, хотя, хотя, да, почти два часа, но люди куда-то едут, куда-то спешат. Пробки, маленькие аварии, большие аварии. Так-так-так, что-то интересное произошло здесь. Улетел в отбойник нам. Ох, ёпт-твою, каршеринг. Ну, блядь, не удивлено никак, блядь, здесь. Проехали только что Дмитровский район. Дубна нас встречает метелью. Машин не очень много. Но они есть в сторону Москвы. Когда поедем обратно, я не знаю, сколько мне показано. Пока, пока же до юга Москвы. Я приехал на выгрузку. Здесь снимать нельзя, потому что режимный объект. Но это почти окраины Дубны. Привез коробки, сейчас будут выгружать. Пропускная система такая, строгая. А ну-ка, накладные, а ну-ка, здесь, а ну-ка. Я такой, чего? Фу, короче, я только что выгрузился. Еле-еле. Очень долго. Сейчас заправляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, не стал рисковать. Проехал Дмитров. Так захотел спать. Потому что, во-первых, погода была плохая. И сейчас тоже не улучшил просто. Снегопад уменьшился. Я понял, что мне еще два часа до дома, поэтому я принял решение остановиться. Остановиться на заправке. Блин. Сейчас все мысли в кучу. Проснулся. Э-э-э. Что, где? Машину не глушил. Потому что такое нормально морозится. Минус 15 сейчас. Посмотрел. А время не уменьшилось. Как мне было два часа ехать до дома, так два часа и осталось. Как бы это красиво не звучало, но мне домка до 10 километров показывает до дома час пятьдесят. Сейчас пока все зеленое. Потом поедем через Красногорск. Спускаемся вниз. И вот там нас ждет почти все красное. Одинцовый, теплый станк. Все красное. Сейчас уже начнется оттормаживать. Оттормаживать уже начнем. Чувствую себя под речком, но, блин, вот это вот стояние в пробках угнетает, конечно. Да всегда ожиданию высасывает больше сил, чем работать сама. Только выехал на МКАД, сразу же такой хороший занос. Я машину стабилизировал, смотрю по краям, нет никого. Думаю, ладно, хорошо. Блин, а там просто отсыпали снег, не убрали? Я-то в колею зашел, но снег дал свое. Внешняя сторона МКАД полностью стоит. Я сейчас еду в сторону Путова по внешней... Внешней, внешней стороне МКАДа. Перед Вегасом только что простояли минут 30. Сейчас зеленый отрезок и около теплого стана будем стоять. Теплого стана и Путова будем... Вот этот отрезок полностью красный. Глаза уже слипаются, потому что ты... Я со скольки сегодня? С пол седьмого, с шести утра не спал. 40 минут поспал на стоянке. Не знаю, у меня вообще видно, нет. 40 минут поспал на стоянке и глаза сушат очень сильно от печки. Печка не сильно еще зарабанит, потому что я ее убавил, потому что был бы вообще даже кем жесткий. Смотрите, какую зарядку себе приобрел вместо новогодней гирлянды. Ладно, едем. Пока по навигатору показывает полтора часа. Ой, час, час двадцать. Вот видите, внешняя сторона МКАДа вся стоит. А ведь это просто среда. Да. Подъезжаем ко второй части нашей пробки, замечательной. Это у нас в сторону Коммунарки. Теплустан, Коммунарка, Бутова. Вот этот отрезок МКАДа стоит на юге. Вот это еще показано желтое все. Спустя 30 минут по карте ничего не убавляется, как было 40 минут, так и осталось. На подъезде к Подольску со стороны Бутова там две аварии. Все стоит красное, чуть ли не бордовое. Едем потихоньку. Люди все уставшие в пробке. Кто-то кого-то подрезает, уже никто ни с кем не собачится, просто такие типа да, все нормально, да, да, пока. Конечно, после рабочего дня все устали в пробках стоять. Время сейчас у нас без 15.10 выехал я, получается, пол седьмого утра. Чуть не запнулся, запнулся, чуть не упал. Фух, так, ну что, я отработал сегодня, было нелегко, непросто стоять в пробках. Вся вся поездка была, на самом деле, нормальной, со своими заморочками, со своими загрузками, отгрузками, короче, как всегда. Но больше всего, знаете, что меня бесит вот в этой вот, во всей работе, в работе грузоперевозок, это то, что очень много быдла, очень много неадекватных водителей, неадекватных людей, которые ты встречаешь на загрузке, на разгрузке, люди, которые вообще, как сказать, короче, просто, просто, неадекват, вот, завтра у меня будет выходной, и, что я могу сказать, все, я устал, это канал Будни Удмурта, меня зовут Рома, подписывайтесь, ставьте лайки, и, все, я спать, кроссовки уже в каком-то негодовании, что с нами будет дальше, уже поровну, мокрое,